После случившегося вы просто обязаны на ней жениться. На этой неделе после ряда взрывов на российских авиабазах Маргарита Симонян заявила, что частичной мобилизации здесь явно уже не обойтись и нужна новая, всеобщая. Как бы устами Риточки не заглаголила истина, друзья, а то, что для одних просто треп, для других может стать призывом к действию. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Не буду повторяться о том, какие красочные салюты произошли на российских авиабазах. Об этом я рассказывала в первом выпуске новостей, увидеть которые вы сможете только на канале Ермак Медиа. Расскажу лучше о том, что за всем этим последовало. Не успели взрывы отгреметь, как Рита тут же настрочила у себя в телеге поста погибших и аккуратно так намекнула своей аудитории, а не пора ли нам стране огромной встать, подразумевая естественно всеобщую мобилизацию. Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. И знаете, а я впервые решила посмотреть, кто там у Риточки в подписоте и как они ответят на ее вопрос. Собственно, ничего нового я там не нашла. Бабоньки спиной у рта вяжат, давно пора. Мужички задаются вполне резонным вопросом, стоит ли в очереди Киасаян. А вообще, мы, Маргарита, не против, чтобы вы и вам подобные наконец-то встали с насиженных кресел и размяли свои далеко не спортивные фигуры. А то как-то это несправедливо. Вставай, страна огромная, а я еще, пожалуй, посижу. И если верить Интерфаксу, который на этой неделе привел слова президента России о том, что спецоперация может стать длительным процессом, то работы Маргарита хватит всем и даже вам с Тиграном. Я понимаю, что с вашей стороны это был чистой воды популизм, но ответить за него рано или поздно все равно придется. Впрочем, недалеко от Маргариты ушел и Сергей Лавров, красочно описывающий туалеты в Швеции. Ну да, о чем же еще можно было поговорить на форуме Примаковские чтения? Конечно, о туалетах. То, что я наблюдал в Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИ до ОБСЕ, когда, извините меня за подробности, я спросил, где туалетная комната в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил, это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это, ну, не по-людски. Не по-людски, гражданин Лавров, это когда россияне разрезают красную ленточку при открытии деревянного туалета. Или, как на этой неделе в Новосибирске местный депутат похвасталась, что теперь водителям городских автобусов ветерок задувать в кабину не будет. И я сейчас не о кабине автобуса, а о кабинке, о туалетной, на которую на этой неделе наконец-то повесили дверь. Ах да, и еще обработали антисептиком, потому как ранее приблизиться к этому месту было просто невозможно. И после этого, господин Лавров, я вам скажу, что любой водитель Новосибирска будет только рад делить туалет хоть с женщиной, хоть с любым другим лицом, о которых вы говорили ранее. Но, друзья, в новосибирском туалете еще есть к чему стремиться. Пока там нет ни рамы, ни держателя для туалетной бумаги. Так что все прорывы у нас еще впереди. Кстати, о прорывах. На этой неделе глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что рассказы о героях спецоперации обязательно включат в школьные учебники истории. Это, по словам Кравцова, вынужденная и необходимая мера для просвещения старшеклассников. Когда мы начали уроки после начала специальной военной операции, ведь что предполагали? Предполагали, что дети выйдут на улицы. Такая была информационная война со стороны западных стран. И когда мы стали проводить уроки, объяснять, разъяснять цели и задачи доступно для детей, то ничего не получилось. Ждем, Сережа, ждем. Истории про то, как Рогозин полчища врагов истребил, а Милонов избавил Украину от нацистов и женщин легкого поведения. Это ведь в вашей реальности мальчики уехали, а мужчины остались. В нашей они действительно остались, только лежа на чужой территории. А между тем спецоперация набирает обороты, вернее набирают обороты, желающие избежать реального тюремного срока. На прошлой неделе стало известно, что отвечающий за госимущество Свердловский министр Алексей Пьянков неожиданно для суда оказался в зоне проведения спецоперации. Причем не как доброволец, а как мобилизованный. И, о чудо, произошло это не раньше, не позже, а именно в момент ознакомления с материалами уголовного дела. Теперь полицейские ломают голову, как вернуть фигуранта на родину и желательно не в пакете с молнией. На этой неделе головной боли прибавилось, потому что туда же, в сторону Украины, отправился и другой обвиняемый по громкому коррупционному делу. Глава Свердловского союза десантников Евгений Тетерин. И поверьте, этому персонажу есть что терять. Ему вменяется три эпизода посредничества во взятках на общую сумму 13 миллионов рублей. А прикрывает его во всем этом безобразии никто другой, как уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она утверждает, что отправила своего представителя на спецоперацию с целью налаживания работы с военнослужащими, и Тетерин обещал посещать все судебные заседания. Но что-то пошло не так, и авиасообщение подвело настолько, что вернуться в Екатеринбург обвиняемый не может аж с 10 ноября. Ну и правильно, что возвращаться, коли вину свою Тетерин все равно не признает. Да и нет его уже на Донбассе рассекает, наверное, в Красных Труселях, где-то на Болярских островах, не забывая передавать привет тем, кто до его трусов так и не добрался. Да и Пьянков, скорее всего, тоже не из робкого десятка. Если не видим его пленным или убитым, значит, в лучшем случае Лешенька натаите, в худшем надеяться на амнистию, как участник спецоперации. Согласитесь, оба варианта для обсуждаемых персонажей. Это прям спасение. И вовсе не важно, что цели здесь отнюдь не благие. Кстати, Кравцов, возьмите к себе в учебнике истории и этих героев. Я даже вам название придумала, как коррупционеры Родину защищали. Правда, были ли они на территории Украины, история уклончиво умолчит. Кстати, на этой неделе одним из ярких примеров того, почему заключенный не лучший вариант военнослужащего продемонстрировал 38-летний Вагнеровец, открывший стрельбу по полицейским в Новошахтинске. Те занимались поиском пропавшей женщины, когда из леса с ручным пулеметом на них вышел этот самый Вагнеровец. Ранив одного из них, он попытался скрыться, но был задержан. Известно, что ранее сей персонаж отбывал срок за кражу и разбоя, вот теперь чуть не стал героем спецоперации, но простреленный полицейский не дал сбыться мечте. И, по-моему, друзья, это лучшая реклама для ЧВК Вагнера. Ни песенки Цыганова, ни заманчивое ликование Симоленда и рядом не стояли с поступками тех, кто собран под крышей с одним названием. Это я еще молчу о том, что статус заключенных, участвующих в спецоперации, до конца как бы и не ясен. Ведь по документам дезертир, скорее всего, сиделец, а по факту разгуливает с оружием и стреляет направо и налево. Теперь даже интересно, чем вся эта история закончится и увидим ли мы с пулеметом тех же Пьянкова и Тетерина. Вот как-то так, друзья. Ну а на этом у меня все. Я благодарю вас за уделенное мне время и напоминаю, что мы увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok